итак здравствуйте дорогие интернет-зрители с вами снова скудер и это очередная серия прохождения гран туризма 3 и спек с 1 на со второй playstation по привычке так ну и прошлой серии мы с вами с большим трудом одолели turbo чемпионат и получили вот такую вот да и хатсу ну и как я уже сказал мы в этой серии на ней проедемся чемпионат light wage но если будет время еще один чемпионат там одолеем все зависит от того как пойдет пойдут дела ну и ее надо немножко прокачать я это тоже говорил что там уже не стоковые машины выступают поэтому ну в общем то мощность только нужно купим сейчас тогда и первую стадию турбинки так ставим естественно сразу все чем же покупать и гараж класть так и интеркулер вот целых 100 лошадей сразу на две трети увеличили мощность этого должно хватить ну и сразу же тогда отправляемся в гонку опять же начальная наша лига пока что никак не можем не выбраться так мучу первая трасса 3 он аутом приступаем так стартуем да ну машина зверь ох ё-моё опять я забыл выключить электронные помощники как же вы меня достали то уже а это мучки эти в горку не тянет вы гляньте да супер агрегат вообще не едет так что на этом фоне даже наша мазда уже довольно сильная после нее пересаживаться на этот тапок конечно печально ну ничего как-никак тоже чё тачка четыре колеса мотор даже едет нормально проем отрываемся от них так нормально тут я заметил какую-то тенденцию внутри чемпионатов что даже если ты в первой гонке гораздо сильнее чем они то во второй гонке чемпионата они уже не так сильно будут уступать а в третьей вовсе наравне с тобой тут видимо еще и внутри чемпионата разные по мощности машины соперников поэтому это нормально что мы здесь с таким заделом пока что лидируем потому что иначе во второй-третьей гонках этого чемпионата пришлось бы тугу тугу ну по крайней мере я в пятницу записываю эту серию когда выложу уже наверное будет суббота но не суть все все ребята последний этап последнее гран-при чемпионата мира 2015 года в воскресенье будет гран-при Абудаби и все и наступит не знаю в этом году даже не 90 дней а гораздо больше дней ожидания томительного депрессивного ожидания начала следующего чемпионата потому как ну обычно чемпионат начинается в марте где-то в середине а в этом году ну точнее в следующем чемпионат начнется аж в апреле причем даже не в первые выходные апрель но в общем на месяц практически позже и это конечно еще больше печалит вот так что опять же таки призываю не пропустить последний этап перед окончанием сезона потому что следующего этапа придется ждать долгих 4 месяца так ну ладно тем временем вот мы без труда в общем-то одолели вонку так две с половиной тысячи ну и ммм следующая по-моему у нас по тест-курсу будет ой нет не по тест-курсу а по суперспидовой да точно суперспидовой сейчас посмотрим как они будут на овале от нас отставать или вплотную идти так поехали так поехали тоже получается в таких вот узконаправленных чемпионатах вот light wage из-за того что здесь так ну мало машин тут всего три разных представлено модели и это судя по всему все что есть в 3 гран туризма под ну из машин которые бы попадали под это требование light wage да и хатсу наша потом мини и по-моему сузуки еще там всего лишь три машины так я заговорился и опять не отключил помощник электронный ладно перед последней гонкой обязательно надо будет это сделать потому что я уже сказал скорее всего последняя гонка будет самой сложной здесь в принципе тоже на овале за счет мощности пока отрываемся довольно таки неплохо это как вы отрываемся таки не таки вы с это вы Я еще что заметил, поигрывая в разные версии Гран-туризма, ну, точнее, не в версии, а в части. Четвертая часть, она еще отличается тем, что там тени стали динамическими. Здесь, если вы заметите, вот, например, сейчас я в тень заеду от забора, и на машине эта тень не отображается. То есть это статическая тень, просто отбрасываемая, ну, нарисованная, так скажем. От машины, да, динамическая тень, вот видите, она изменяется в зависимости от положения носительно солнца машины. Вот, а такие вот тени от объектов, они на машину, к сожалению, не отбрасываются. А в четвертой части тени эти от объектов стали динамическими, они именно на машину тоже попадают. Вот, что я заметил еще из таких наблюдашек. Ого, 6 секунд. Ну да, пока что наша мощность берет вверх. Даже несмотря на то, что нас тут поддушивает электроника. И не путать еще, вот я про объекты сейчас, про тени говорил. Сами объекты отображаются, ну, отражаются в машине, но это отражение. А я именно говорю про тень, отбрасываемую от этих объектов. А вот именно ее и нет. Так, ну вот, очередная гонка осталась позади. Ну, в принципе, мы с лихвой хапнули горя в предыдущем чемпионате, поэтому этот пока что довольно просто дается. Ну, правда, опять же, впереди последняя гонка, и что будет там, пока непонятно. Так, лагуна Сека. Так, и я помню, да, сейчас надо будет зайти и отключить помощнички электронные. Так, настройки. Главное, выкручено так все, почти на максимум. Хотя бы средние бы значения, что ли, ставили. Так, ладно, поехали. Лагуна Сека. О, сразу какая пробуксовка появилась. Мощная. Вот, видите, уже на старте не так. О чем я и говорил. Здесь мы явно уже не такое преимущество имеем подавляющее, как в предыдущих двух гонках. Они уже едут практически в нашем темпе. Поэтому тот задел, который у нас был, он был не зря. А то сейчас бы еще пришлось что-нибудь подкупать. В любом случае. Вы гляньте. Вообще не догоняю. О, красота какая. Заходящее солнце. Красотища, конечно. И не отстают, и впереди не догоняются всем. Блин. Как бы здесь не пришлось опять засесть. Ну давай, родимая. Кочегарь тачанку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это нехорошо. А, ну все равно второй. Ха-ха. Так, ну-ка тихо. Куда ты бежишь тут? Ничего. Ничего. Так, ну хоть нету здесь этого эффекта, что какой-то один бы соперник отрывался от нас. В одиночестве. Тут вроде бы все примерно одинаковые. Ладно, сейчас будет долгая позиционная борьба с лидером. Абсолютно никакой разницы. Абсолютно. Ни он не отрывается, ни я не нагоняю. Ха-ха. В штопоре сделали его. Отлично. Теперь главное удержать. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Вы гляньте, прям как приклеены. Не, ну сейчас-то он уже понятно не сделает. Ну, тоже. Так, не прям однозначно. Все на волоске достаточно было. Ну, тем интереснее, когда выигрываешь в такой ситуации. Так, ладно. Ну что же, теперь интересно, что нам дадут. Скорее всего, опять какую-нибудь малолетраху. На мини нам и дали. Нельзя сказать, чтобы я был рад, конечно, этой мафине. Так, идем домой. В принципе, так как нам удалось все достаточно быстро пройти, не задерживаясь нигде, давайте, наверное, тогда сядем в нашу боевую машину Мазду и проедем, как я уже говорил, еще один чемпионат. Там тоже три гонки будет, если все пойдет нормально, то проблем возникнуть не должно. Я думаю, успеем. Пройти мы еще один чемпионатик. Вот этот. Чемпионат японских машин 80-х годов. Стартуем. Хотя мне почему-то казалось, что эта Мазда, она не 80-х, а где-то года 91-го. Ну, раз пускают, видимо, нет. Видимо, где-то года 89-го она, наверное. Так, у нее у нас отключены помощники уже давно, так что стартуем сразу же. Ну, и здесь, по идее, должно быть еще проще все-таки. Мазда у нас прокачана, ну, достаточно серьезно уже. Хотя, опять же, в последней гонке потом могут быть и варианты какие-то уже. Здесь-то пока они гораздо слабее. Да, коротких вариантов трасс действительно, видимо, нету в Gran Turismo 3. Потому что я так просматривал чемпионаты, когда я действительно нигде не заметил там Grand Volley короткий или вот Clubman Stage, короткую версию Special Stage. Вот. Поэтому достаточно странно это, конечно, смотрится. То есть, локация есть, по идее. То есть, они ее все равно проработали, а короткую версию, собственно говоря, по этой же практически трассе не сделали. Странно. Странно, конечно. Видимо, они как-то все-таки в торопяк собирали эту третью часть. То есть, в каких-то моментах, ну, можно было чуть, там, затратить, чуть больше времени что-то доработать. Но, видимо, Sony поторапливала полифоников. Да, надо, если получится, все-таки накопить денег на гоночную подвеску. Потому что, черт его знает, когда мы получим следующую нормальную машину, ну, или какую-то уже прокачанную гоночную, скорее всего, в чемпионате Beginner таковых вообще не будет. Ну, или, может быть, только за последний чемпионат, вот, мировой. А я думаю, весь вот эту начальную лигу, эту для новичков, придется, скорее всего, завершать на вот этой Мазде. Поэтому, а может, даже еще и начальные чемпионаты в следующей лиге. Поэтому все-таки надо продолжать ее совершенствовать. И сейчас вот прям чувствуется, да, как она кренится слишком сильно. Кремы большие, инерция слишком большая из-за вот, из-за подвески. Надо ее пожестче делать. Так, ну, первая гонка, в принципе, удалась легко. Так, ввеска, насколько я помню, стоит... ...15 тысяч. Так, что у нас там за вторая трасса? Ага, Tokyo Air 246, да еще и в обраточку. Ладно. В обратку, блин, я ее что-то вообще не помню. Ну, надеюсь, что здесь они не сильно прибавят в мощности и тоже особых проблем не возникнет. Так, МХ-5 там тоже была. Труэна, Sky. Еще один Труэна, да? Ух ты. Идиот, идиот. МХ-5 наношу. Ух ты. Тут как тут. Ой-ой-ой. Поздновато начал тормозить. Чуть стенку не улетел. Ну вот, видите, здесь они уже прям вплотную едут. Правда, я еще... ...говорю, что это... ...трассу в обратку ее не очень хорошо помню. Ну, вот именно точки торможения. Так-то... ...повороты понятно, что... ...в уме переворачиваешь трассу и... ...наперед пытаешь... ...увидеть, куда поворот будет. Но вот с точками торможения... ...немножко сложнее. Так, это у нас... ...шиканно, это предпоследнее. Так, ага. Ну ладно, сбросили чуть-чуть с хвоста. Уже не так опасно. Так, и последний поворот. Ну, в принципе, неплохо. Какая тут длиннющая прямая. Старт-финишная. Передавил газ опять. Так, ну сейчас... ...получше прошел поворот. Продолжение следует... 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 Да е-мое, не-не-не-не-не, ну ошибся я еще чуть-чуть, но ничего страшного, что ты сразу морду свою суешь. Да, ну вот видите, действительно они отличаются даже внутри чемпионата, во всех гонках, от гонки в гонки явно становятся мощнее, мощнее, прокачаннее. Ну ладно, тем не менее выиграли, сегодня без потерь, сегодня все хорошо, так и есть 16 тысяч. Так, можно будет потратить, если что, на подвеску. Так, ну что же нам дали-то? Ну давайте, что-нибудь четкое. Так, это RX-7 у нас, да? Старенькая. Ну не могу сказать, что прям четкая, но посмотрим, где ее можно применить и можно ли. У нас тоже заднеприводная получается. Блин, чувствую я. Тоже она бесполезна практически окажется. Так, смотрим. В принципе, у нас две вот этих вот малолитражки, их можно, если что, продать. Так, а за сколько можно Мазду скинуть? О, 8 тысяч. Ну в общем, ладно, посмотрим. В следующей серии я посмотрю, что можно нам пройти. А может быть, тогда прикупим что-нибудь. Я посмотрю, если все эти машины продать, это у нас уже будет там под 30 тысяч где-то. Может уже удастся что-нибудь стоящее купить. Вот. Ну посмотрим. В любом случае, это будет в следующей серии. Ну а в этой давайте попрощаемся. Всем спасибо, что смотрели. Спасибо, что ставите лайки, комментируете, продолжайте в том же духе. Ну а с вами был, как всегда, Скудер. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok